Кирилл Борисович, здравствуйте. Добрый день. Вот приближается годовщина октября 1993 года. Вы были свидетелем этих событий, достаточно кровавых событий в нашей истории. Это правда. Вот что вы видели в те дни, когда все это происходило в Москве? Вы знаете, конечно, самое главное, по поводу чего я могу свидетельствовать и рассказывать, это, безусловно, события, которые развернулись в Останкино. Начиная со второй половины дня 3 октября и до поздней ночи 3 октября, соответственно, с переходом в 4 октября. Все это время я был в Останкино, собственно говоря, я там ночевал, естественно. И 4 октября я был в Останкино, но там уже, в какой-то степени, можно сказать, как зритель наблюдал бурное развитие событий 4 числа. Я был первым заместителем председателя РГТРК Останкино. Что это такое, я чуть позже расскажу. Но сначала небольшую предысторию. Значит, я в конце 80-х, в начале 90-х был членом Координационного совета движения Демократической России, это одна из линий. И в 90-м году, в 91-м году, во время августовского путча, да, и какое-то время потом, я внутри демократического движения, в том числе, занимался активной подготовкой, как бы, резолюции, связями с прессой. Неоднократно приходил, ну, в первую очередь, на «Эхо Москвы», давал интервью, выступал в газете «Куранты», да. То есть, был одним из тех людей, которые обеспечивали такую связь демократического движения с СМИ, которые в этом смысле мне были близки. С другой стороны, по образованию. Я, как раз-таки, в это время и чуть раньше, да, учился в Институте международных отношений в Москве, вот. И мои курсовые работы были посвящены работе зарубежных телерадиокомпаний. То есть, это было международное образование. Я на эту тему делал все разработки. Мне это было очень интересно тогда, потому что все, что было связано с прессой, в России в то время было, как бы, таким очень важным драйвером изменений. То есть, благодаря прессе и медиа, так сказать, очень многое происходило. Миллионы людей вовлекались в демократическое движение. Поэтому, конечно, мне тогда, очень молодому человеку, было это безумно интересно, да. И, учась в Институте, я начал исследовать, как работают зарубежные компании, понимая, что в будущем нам тоже такой путь предстоит пройти, то есть, сделать и телевидение тоже независимым. А в начале демократического движения оно было очень жестким инструментом ЦК КПСС, да. И, собственно говоря, само телевидение не существовало как телекомпания. Это была система Гостелерадио, то есть, Министерство пропаганды, фактически. Вот. И уже в то время мне стало понятно, что на телевидении надо тоже что-то менять, и надо изучить, как работают телекомпании. Более того, когда я понял, что многие из них, в принципе, построены, работают как бизнес, не только как государственные организации, да, мне стало интересно, как они зарабатывают, как они функционируют. То есть, этим я уже в институте занимался как студент, да. Вот. И более того, уже в процессе обучения я съездил один раз в Германию, в ФРГ, где, собственно говоря, посещал и брал интервью у топ-менеджеров, у представителей компании ARD, CDF, RTL. Это крупнейшие, соответственно, так сказать, общественно-правовые и частные телерадиокомпании Германии. То есть, я уже представлял тему достаточно хорошо. Вот. Соответственно, когда прошло какое-то время, и был сформирован в 90-е годы Демократический Верховный Совет, в его составе образовался комитет по средствам массовой информации, и теми людьми, с кем я тогда взаимодействовал, и даже в какой-то степени могу сказать, хоть я был очень молодым человеком, тем не менее, я, конечно, консультировал, потому что гораздо меньше было знаний у наших депутатов того созыва, да. Был Вячеслав Иванович Брагин, председатель комитета по средствам массовой информации, безусловно. И был его председатель подкомитета по телевидению. Чуть позже я его вспомню. Вот. Значит, я с этим комитетом, я достаточно много взаимодействовал. И вот, смотрите, что дальше происходит. Постепенно телевидение преобразуется из системы гостелерадио, тоже по Игорь Бачеву и произошло, и по его инициативе, в российскую государственную телерадиокомпанию «Останкино». Это еще была неполноценная компания, это было такое выделение в качестве компании этой организации, то есть первого канала телевидения, из системы государственного министерства. Тогда возглавил РГТРК «Останкино» Егор Яковлев, в общем-то, до этого известнейший главный редактор московских новостей, безусловно, крупный деятель в то время, так сказать, ну, первой независимой прессы, к сожалению, не имевший никакого отношения к телевидению в своей истории, но, как бы, человек, который в тот момент был одним из двигателей позитивной стороны реформ Михаила Сергеевича Горбачева. Вот. Когда президентом, ну, собственно говоря, тогда уже президентом, так сказать, и полновластным после победы в августовском путче стал Борис Николаевич Ельцин, и, собственно говоря, вектор власти в стране переместился, так сказать, в пользу демократической России, Егор Владимирович Яковлев, человек из команды Горбачева, он, в общем-то, личного контакта с Ельцином не нашел. У них были сложные достаточно отношения, вот. И, в конце концов, Егор Владимирович подал в отставку. Было много противоречий, как бы, личных, политических, индивидуальных. Он был все-таки не сторонником радикальных реформ. Егор Владимирович был сторонником реформ по модели Горбачева. Вот. Ельцин был уже в тот момент, как бы, после событий 91-го года, вы знаете историю 92-го года, да, он привел правительство фактически Бурбульска и Дара, да, и он проводил радикальные реформы, ну, и вот в этом смысле, так сказать, Егор Владимирович Яковлев был человеком, ну, не настолько, как бы, радикально настроенным. Он, скорее, поддерживал реформы постепенно. И в итоге он уходит. Он уходит. И Ельцин назначает председателем РГТРК Останкина, того самого Вячеслава Ивановича Брагина, председателя комитета, да, Верховного Совета по средствам массовой информации, который приглашает меня. Сначала он меня пригласил работать своим помощником, фактически, да, вот, это произошло буквально в течение нескольких дней. Потом он создал, так называемое, управление председателем РГТРК Останкина. Это был аппарат председателя, аппарат Брагина. И вот он мне получил его возглавить. Потому что я тогда был молодым специалистом, да, из демократического движения, который бы, мог бы, в тот момент заняться темой внутренней реформы телерадиокомпании. То есть я не имел отношения к эфиру, я не имел отношения к новостям, я не имел отношения, по сути дела, к политике. Даже у Вячеслава Ивановича был другой первый заместитель председателя, Валентин Лазуткин, который из старой команды был, конечно, да, вот. Но вот он как раз-таки занимался вещанием, да, так как я был человеком, так сказать, привлеченным именно на внутреннюю реформу телевидения, я, собственно говоря, был таким его сначала, так сказать, помощником, потом руководительного аппарата, который занимался внутренним реформированием телерадиокомпании Останкина, вот того, что называется РГТРК Останкина. Вот. И постепенно стало понятно, что внутренняя система Останкина, она такая очень идеологизированная, консервативная, ее тоже надо серьезно ломать, опереться у председателя было не на кого, и поэтому тогда удивительная образовывая вещь происходит для меня, для молодого человека, меня назначают его первым заместителем, да, но меня повышает до уже такой очень решающей позиции. Своего второго первого заместителя, у него было два первых заместителя, вот Лазуткин из старой команды, так сказать, по вещанию, и я по, как бы, скажем так, организационным, правовым, экономическим вопросам работы телевидения. А какие кнопки у вас в руководстве? У меня в руководстве были все внутренние обслуживающие подразделения, то есть это экономика. Какие телеканалы, извините? Нет, никаких, никаких. То есть Останкин был первый телеканал, но я непосредственно управлением телевидением не занимался, я занимался именно работой по реформе, по реформе вот самой организации, то есть занимался корпоративкой, говоря о сегодняшнем своеменном языком, да, вот, а сам председатель, то есть Вячеслав Иванович Брагин, он именно руководил, так сказать, вещанием, это был первый канал, то есть РГТРК Останкин был именно первый канал, да, вот, и внутри этой системы был тогда еще, если не ошибаюсь, был еще четвертый канал, так называемый четвертый канал был, который потом постепенно выделился в отдельную телекомпанию НТВ, но тогда, по-моему, это было еще только в проекте, и вот оно выделилось в этот момент, да, то есть это произошло как раз-таки, что называется, у нас на глазах, в 93-м году до путча, точнее, до вот этих событий октября 93-го года. Вот к этому, вот в такой ситуации мы подошли, то есть я был в Останкино фактически, так сказать, там, вторым-третьим человеком, да, самым молодым, демократически настроенным, занимавшимся, так сказать, там, внутренней реформой, не занимавшийся непосредственно, так сказать, вещанием, вот, ну, будучи человеком, ну, очень, так сказать, ну, какой-то степени, там, скажем так, ну, вызывающим какое-то доверие, наверное, у тогдашнего представителя Вячеслава Ивановича Брагина, потому что он был из партийных работников, он был из демократической платформы в КПСС, до этого он, до работы в Верховном Совете, он работал в городе Бежицкий, был фактически первым секретарем райкома, то есть человек из провинции, далекий от телевидения, неожиданно оказавшийся на этом месте, назначенный Ельцином неожиданно на пост председателя РГТРК Останкина, в том числе и для себя неожиданно, да, то есть он этого не ожидал, в какой-то степени его поддерживал Ельцин, иногдашний министр Полторанин, вот, и вот они его продвинули, вот, он так же, как и Яковлев, да, и еще даже, да, был более далек от телевидения, вот, и поэтому, конечно, ему нужны были какие-то советы. Ну, вот, и вот в этой ситуации он, безусловно, сторонник Ельцина, безусловно, ему, так сказать, там, всячески, так сказать, лояльный, да, там, поддерживающий в тот момент ельцинские реформы, да, вот, он был во главе телевидения. Кирилл Ворисович, но при этом, если брать телепередачи тех годов, да, вот, когда проходили эти сложные реформы экономические, то мы видим, что репортажи-то были не такие, что мы движемся, вот, говорили о проблемах, и причем говорили так, что закипает кровь, даже сегодня, когда смотришь эти новостные выпуски. Высажены правы, да, высажены правы, и это было такое очень сложное решение, очень разные люди были на телевидении, то есть там до сих пор оставалась и некая старая когорта, сформированная, так сказать, еще в штате телевидения под контролем КПСС и КГБ, и были демократические журналисты, молодежные редакции, в первую очередь, часть из них уже пошли потом на независимое телевидение НТВ, то есть на Первом канале была очень такая неоднозначная обстановка, уже появился какой-то бизнес, да, уже бизнес был структурирован по правилам 90-х, еще не системно, да, и с, ну скажем так, с тем, что нужно было его переструктуровать в пользу телерадиокомпании, то есть люди работали на себя, а не на телевидении, вот, то есть все эти проблемы были, вот. Но это не суть. Суть заключается в том, что в целом руководство телевидения было, поддерживало президента Ельцина, вот, и в этом смысле, так сказать, руководство телевидения в лице Брагина, оно, безусловно, контролировало уже в тот момент в значительной степени новостное обещание и тем самым воспринималось, вот, представителями тогдашней оппозиции, да, то есть Верховного Совета, вице-президентом Рудским, да, там, радикальной частью, как русское народное единство, Баркашова, как Макашов, вот, воспринималось как вражеская инстанция, то есть, причем, как бы, как основная вражеская инстанция, потому что Первый канал имел самую большую долю, значит, аудитории российской, сильно в тот момент переезжал все остальные каналы, такой конкуренции, как сейчас не было, то есть, программа Время была, безусловно, главным информационным источником страны, и, если вспомнить, там, Ленинское, там, вот, брать, там, почту, Телеграф, то в то время однозначно для, вот, и прокоммунистически настроенных, и националистических радикалов, и для сторонников Хасбулатова и Верховного Совета, как бы, ключевым вопросом был контроль над останками. А вещание шло и в постсоветских республиках? Да, вещание шло по всему Советскому Союзу в тот момент, да, безусловно, и в тот момент он уже стал бывшим, да, и канал передавался с разной степенью охвата, да, то есть, где-то с той же, которая была в период Советского Союза, где-то, как бы, уже ограничено по кабельным сетям, но, тем не менее, канал передавался по всем республикам, да, везде вещание. То есть, Таджикистан, Армения, и даже в Прибалтике оно было, да, но там оно уже было достаточно ограничено в Прибалтике, но, тем не менее, как бы, да, даже там оно существовало. Были свои партнеры, вещатели, которые распространяли Первый канал. Он был очень влиятельным, очень влиятельным, подчеркиваю, максимально влиятельным в тот момент. Вот. И вот контекст ситуации третьего числа, да. Значит, во-первых, я могу вспомнить, что третьего октября был совершенно великолепный день, примерно, как сейчас. Мы с вами сейчас встречаемся, сейчас очень теплая осень, да, солнечная, теплая, почти нет дождей, почти лето, да. Тогда вот эта ситуация почти лето, она тоже в том 93-м году продолжалась, ну, фактически до начала октября. Было чуть попрохладнее, конечно, да, но было очень солнечно, тепло, стояли великолепные деньки, вот. И если вспомнить даже вот мои собственные планы, там, на эти выходные, а 3 октября было воскресенье, да, то, честно говоря, так сказать, как-то вот я так предполагал, что ничего такого не произойдет радикально, то есть, никто этого не ожидал сильно, вот, и где-то еще в пятницу, я думал, что вот, наверное, в воскресенье мы куда-нибудь с моим отцом, у меня, к сожалению, тогда уже очень сильно болел, но, тем не менее, как бы передвигался, что мы ее куда-то вывезу за город, что мы куда-нибудь съездим, по-моему, даже был план поехать в район, там, усадьбы и подморхов, подморхового храма, уборы, съездить туда, посмотреть красивые пейзажи Москва и Киевской, погулять на воздух. Такие были личные планы, да, вот, и, как бы, ну, потом, естественно, все пошло совершенно по-другому, вот, но хотя даже 2-го числа я помню, что еще не было такой большой эскалации, то есть, понятно, что после указа президента, да, вот, в любом случае, вот это противостояние такое очень серьезное, оно намечалось, но, как бы, самая эскалация напряженности, то есть, выход людей на улицы, это все началось в первой половине 3-го числа. Поэтому я очень хорошо помню, что 3-го числа, 3-го октября, уже достаточно раннее утреннее время, как бы, все планы отменились, и я, естественно, поехал на телевидение, и все туда поехали, Брагин приехал на телевидение, да, все, у кого сотворение было на местах, руководители новостного вещания были на местах, дирекция программ, которая отвечала за сеткой вещания, эти люди были на местах, да, телевизионный технический центр возглавлял тогда такой Горохов, вот, он тоже приехал, ну, чуть с опозданием, но, тем не менее, он тоже приехал из, по-моему, дома отдыха, где он был в Подмосковье в районе Круглого озера, вот, или с дачи в районе Круглого озера он приехал, то есть, это был человек, который отвечал за техническую сторону вещания, телевизионный технический центр, такое было предприятие, вот, и у него на балансе, кстати, весь телецентр находился в тот момент, не у РГТРХ Останкина, а именно у предприятия телевизионный технический центр, но, значит, телецентр в то время охранялся очень небольшим количеством, так сказать, людей из неведомственной охраны, никакого оружия у них не было, вот, никаких средств защиты у них не было, там, а-ля какие-то там шокеры, как сегодня говорят, или что-то подобное, ничего не было, это были совершенно невооруженные люди, да, они были в какой-то форме, вот, но, в принципе, было понятно, что, и это мы точно понимали, что телецентр не охраняется никак, но, честно говоря, даже вот, когда мы приехали 3-го числа, никто и не предполагал, что еще пройдет несколько часов, и начнется такой жестокий вооруженный штурм, начнутся столкновения у нас около телецентра, не было таких никаких идей, да, вот, вот, но постепенно, в течение этого дня, начали разворачиваться серьезные столкновения, насколько я помню, все началось днем на Октябрьской площади, вот, там стали собираться около памятника Ленина, стали собираться сторонники Верховного Совета и более радикальные, настроенные, так сказать, люди, которые вообще были против реформы и считали, что надо вооруженным образом захватить власть, да, Это Садовое Кольцо, это Баркашов, в первую очередь, Верховская площадь, это где, это где Садовое Кольцо, Верениский проспект? Да, Садовое Кольцо пересекается, совершенно верно, да, и вот там, вот, там были первые, так сказать, столкновения между московской милицией, вот, которая защищала, да, в том числе по приказу Лужкова, в тот момент Лужков очень поддерживал, поддержала реально Бориса Николаевича, да, они поддерживали, так сказать, президента, да, вот, и, в общем-то, они тогда разгоняли, тогда московская милиция разгоняла вот эти вот собрания, как бы, да, людей, вот, тогда еще в основном, насколько я помню, в первой половине дня это было, там, 11-12 часов, может быть, 12 с чем-то, они продолжались, люди были еще не вооружены, это были просто такие, как бы, сторонники Верховного Совета, которые приехали туда с разных концов Москвы по призыву, вот, и, в общем-то, их в большей степени вели именно абсолютно радикально настроенные люди, то есть гораздо более радикальные, чем Хасбулатов, Русской, да, вот именно представители националистов, потому что они ждали того момента, когда устроить провокацию, когда выступить против Ельцина, да, вот, ну, в общем-то, собственно говоря, они и мечтали выступить с оружием, вот, но там вот произошли, произошли вот эти вот разгоны, эти разгоны, которые там произошли на Октябрьской площади, они вызвали, естественно, в среде сторонников Верховного Совета, так сказать, ну, такую правильную, ну, как бы, с их стороны, так сказать, такую правильную негативную реакцию, что нас разгоняют, людей бьют, там, и так далее. А это в телевизоре показывали? Ну, уже где-то в новостях об этом что-то было, да, это показывает, в общем, демократическое телевидение показывало, да, как протестуют против демократической власти представить радикальных группировок, да, естественно, своими комментариями, понимая, что эти радикальные группировки, конечно, хотят крови, да, и, конечно, хотят провокации, да, эти комментарии, безусловно, были, но и разгон был, надо сказать, да, объективно, Вот, и, в общем-то, это была такая первая история, и я думаю, что ничем бы это не закончилось, если бы вот это вот выступление радикалов моментально не поддержали основные лидеры Верховного Совета, да, и вот тех людей, которые собрались в Белом доме, в первую очередь Хасбулатов, Рудской, да, вот. И вот здесь я вам хочу сказать такую вещь, что в то время как бы шли параллельные назначения, значит, которые делал с одной стороны Борис Николаевич, да, и он кого-то назначал, кого-то поддерживал, и, собственно, существовала сама система исполнительной власти, но параллельную систему исполнительной власти создавал Верховный Совет. В этом смысле он опирался на вице-президента Рудского, который Ельцином был уже отстранен от позиции вице-президента, но он себя не считал отстраненным, он считал, что он легитимная исполнительная власть в стране, что он, как бы, на самом деле он легитимный президент, так считал Рудской в тот момент, и он стал производить назначение в органах исполнительной власти своей, вот, и, в частности, один из самых главных радикалов, генерал-полковник Макашов, он был назначен заместителем министра обороны Рудским, вот, и тем самым он в логике вот этой вот оппозиции, Верховного Совета, это очень важное лицо с точки зрения событий Востанкина, да, Макашов, очень важное лицо, он как бы обладал ну, своеобразной, так сказать, властью, да, и часть военных, и часть вооруженных людей, которые поддерживали Верховный Совет, они его воспринимали как заместитель министра обороны, надо сказать. А министр обороны был? Я не помню, может быть, Ачалов. Надо посвященствовать. Псевдоминистров. Да, да, надо восстановить, надо восстановить эту информацию, я прямо сейчас не буду врать, да, то есть, как бы, так как, я просто не помню, как он там фигурировал министр обороны, я помню, что Макашов был заместителем министра обороны, поэтому, ну, поэтому это как-то, я сейчас не ссореотачивался, но мы точно это с вами найдем в исторических источниках, да, с министром никакой ситуации не было. С Макашовым очень много было связано. Так вот, и дальше события примерно развивались как? Вот за короткое время, с 12 часов до, где-то, примерно, с 16 часов, вот прекрасный солнечный день, тем не менее, так сказать, начались столкновения, появились первые жертвы, да, и на подмогу вот тем людям, которые значит, вот, собственно говоря, выступали на стороне Верховного Совета, были отправлены первые вооруженные люди, это люди, которые входили в охрану Верховного Совета с оружием, да, то есть, подразделения, которые охраняли Верховный Совет, они были лояльны, значит, соответственно, Рудскому и Хасбулатову, и они отправились в вооруженных людей, это уже было, в общем-то, очень таким серьезным действием, да, вот, потому что со стороны демократической власти, да, милиция, в частности, московская, да, она поменяла какие-то водометы, она поменяла какие-то дубинки, да, но она не поменяла оружие, она не убивала людей, да, вот, впервые вооруженные люди, они появились именно со стороны вот этих радикальных элементов, ну, не просто со стороны их, а со стороны руководства Верховного Совета, которое отправило вооруженные подразделения им в помощь, да, вот, затем, значит, вот уже эти люди, в том числе и вооруженные, да, они поступили, по сути дела, в командование вот того самого Макашова, генерал-полковника, да, вот, и он пошел по пути, так сказать, искать лояльных себе людей в милиции, в внутренних войсках, во вневедомственной охране, и искать там людей вооруженных, их захватывать военную технику, которая охраняла, в том числе, так сказать, мэрию, охраняла там подступы к Белому дому, попытаться, так сказать, ну, как бы на свою сторону перевести каких-то людей, да, если они переводятся, забрать у них оружие, их разоружить. В итоге за где-то 3-4 часа у вот выступавших сторонников Верховного Совета появилось несколько БТР-ов, появилось несколько машин, да, грузовых, которые они вот схватили, да, используя вооруженную охрану Верховного Совета, да, вот, и в конечном итоге где-то часам к 15-16 они сумели взять здание Мэй, да, разоружив полностью там тоже всю охрану, так сказать, да, там и тоже были какие-то уже жертвы, к сожалению, первые, да, взяв в плен вице-мэра Брагинского тогда, вот и избив его жестко, значит, соответственно, и вот этим действием уже руководил Макашов, вот, он уже был лидером, то есть при нем были такие люди радикальные, как Анпилов, Баркашов, да, вот, его там уже поддерживал Илья Константинов, депутат Верховного Совета, который в тот момент был, поддерживал очень радикальных выступающих, да, вот, и был в их айтах, но всю уже вот эту вооруженную историю по формированию уже вооруженных частей и усилению количества, так сказать, у них там вооружений, оружия, техники, да, эту всю операцию возглавлял, собственно говоря, профессиональный военный генерал Макашов, вот, и он действительно, в общем-то, сумел за несколько часов захватить достаточно большое количество оружия, разрушив людей, охрану, так сказать, какие-то представители частей, да, то есть я знаю, что одна часть там, например, она просто в районе Мэрии, которая охраняла Мэрию, а там, кстати, был штаб ГУВД Москвы в гостинице, которую сейчас снесли около здания, гостиницы МИР, около здания Мэрии, да, в гостинице МИР был штаб оперативный по этим событиям ГУВД Москвы, вот его тоже разоружили, его тоже захватили, подразделение, которое его охраняло, сначала заявило, что оно как бы там или сдается, или переходит на сторону Верховного Совета, потом они моментально разбежались, да, вот, ну, потому что там была угроза боевых столкновений, но вот факт есть факт, да, они разбежались, то есть оказалось много оружия, Мэрия была взята, и вот тут происходили следующие события, вот первый раз мы узнаем из новостей, мы находясь еще внутри телерадиокомпании Останкина, что вот там у Мэрии проходит публичный митинг, на котором, так сказать, абсолютно в экзальтации, да, вице-президент Рудской говорит, мы взяли, или там, мы берем сейчас Мэрию, да, и наш следующий, как бы, пункт наш следующий адрес, мы должны взять Останкин, вот, я вам уже говорил про значимость Останкина, да, и в этом смысле, так сказать, Рудской такую команду, как бы, однозначно, как бы, дал, она была записана на видео, да, вот, ее услышали, безусловно, сторонники Верховного Совета, вот, это было в таком митинговом формате. Прошло буквально какое-то количество минут, вот, значит, и он, я бы сказал так, несколько образумился Рудской, да, и он уже передает своим вот этим вооруженным частям, уже во главе с Михаилом Покашовым, что, ну, ребят, ну, наверное, если мы будем брать Останкина, будут серьезные столкновения, вот, могут погибнуть люди, поэтому, наверное, давайте будем требовать эфира. Вот, значит, то есть он немного поменял свое мнение, но вот эти вот радикальные люди, как бы, которые были в формате митинга, и которые были поддержаны русским национальным единством, самыми крайними радикалами, которые готовы были стрелять, которые готовы были убивать людей в любой момент, да, вот, они уже в тот момент, так сказать, приняли команду Макашова по машинам, да, и двинуться в сторону Останкина, и они не остановились, и Макашов сам тоже Рудского не послушал. Он сказал, так сказать, я генерал, я буду действовать по обстановке, я выдвигаюсь в Останкина. Вот, есть Рудской его сначала туда призвал и направил, потом он пытался, как бы, немного остановить или послать с другим посылом, что надо вести переговоры, да, ну, как бы, это частично услышали, частично не услышали вот эти радикалы, да. В итоге, где-то с часом 17, да, там, или в 17 с чем-то, первые, значит, машины, грузовики, то есть захваченные, да, там, и БТР потом, да, чуть позже поехал, мы с этими людьми стали концентрироваться на площади, если смотреть издание АСК-1, так называемый, заменитые Королева-12 Останкина, мы сверху смотрим с 10 этажа, где находится кабинет Брагина, вот, стали концентрироваться на площади чуть левее, то есть эта площадь была видна, она, как бы, на подъезде к Останкиной была, и вот там они стали, значит, образовываться, ну, как делать такой, лагерь тела-митинг, да, то есть, потому что они ждали подкрепления, они ждали больше человек, вот, и не все поехали, естественно, в одно время, поэтому они просто, как бы, открыли борт одного из грузовиков, на грузовике встали, как на любом митинге, да, встали лидеры вот этих вот, ну, штурмовиков, вот, значит, начали выступать за грузовика, начали отдавать команду, начали собирать вокруг себя людей, которые было все больше и больше становилось, да, потому что люди подтягивались, подъезжали новые машины, поезжали новые люди, кто-то пошел от метро, вот, то есть, точка сбора, вот, радикальных элементов, да, таких вот, вот, стало Останкино, и собираются они достаточно долго, то есть, они не так моментально, как бы, появились, вот, есть свидетельство о том, что, когда они туда двигались, да, они, в общем-то, каким-то образом пересеклись с первыми представителями, значит, вот, внутренних войск, которые тоже уже ехали в Останкино, вот здесь я хочу рассказать, как свидетель, как это происходило, да, значит, мы очень хорошо знали, что Останкино не охраняется, что вневедомственная охрана не вооружена, что вот эти вооруженные люди, которых мы уже увидели у мэрии, да, которые уже были вооружены, которых было уже достаточно много, у которых уже было разнообразное вооружение, которые уже разоружили, там, штаб ГУВД Москвы, да, вот, мы уже понимали, что они, в принципе, ну, им надо, там, несколько минут, да, чтобы ворваться внутрь телевидения, да, вот, и тогда Вячеслав Иванович Брагин, он начал активно обзванивать силовиков, в первую очередь, да, вот, пытался дозвониться президенту, да, в повод того, что критическая ситуация в Останке, нужно подкрепление, да, значит, вот эти вот, первый раунд его звонков, он, ну, привел к очень маленькому результату, что было отправлено небольшое количество, там, несколько десятков, невооруженных людей, но и внутренних поисков, исходя, которые имеют, ну, собственно говоря, то, что они имели, то есть, какие-то там дубинки, какие-то там, может быть, слезоточивый газ, какие-то щиты, да, для того, чтобы, как бы, поставить их каким-то живым щитом. Я могу вам сказать, что против вооруженных людей это не работало, да, и не сработало бы никогда, но первые люди, вот, поехали, и вот, по итогам звонков, именно Брагина, вот, и вот они как раз двигались примерно одновременно с макашовцами, и макашовцы увидели, что кто-то едет в Останкино, да, наверняка там были опытные люди, включаясь самого Бакашова, и они увидели, что они недостаточно вооружены, да, но они увидели это, да, это важный был момент психологический в тот момент, и они, соответственно, так сказать, эти люди подъехали сзади, вот, для того, чтобы сзади войти в здание телецентра, потому что на фасаде, вот, уже, у фасада были уже сконцентрированы радикалы, которые проводили свой митинг, собирают людей. Они сзади вошли в здание телецентра, там их встретила заднего входа, они смогли, так сказать, там, ну, условно, занять какие-то позиции, в первую очередь, вот, в районе 14-го подъезда, который был ближайшим к месту проведения митинга, в здании именно АСК-1. Но здесь я вам хочу сказать очень важную вещь, она потом будет иметь большое значение. Дело в том, что вещание новостей, прямой эфир, он не в АСК-1, он напротив, в здании АСК-3 происходит, да, то есть, это другое здание. В тот момент все думали, что главные останки, это, собственно говоря, здание АСК-1, где находятся студии непрямого эфира, или прямой эфир, там, ну, в режиме шоу происходил, типа программы «Взгляд», вот, но вот цель-то, вот, собственно говоря, радикалов, всегда были новости, то есть программа «Время» и «Новости», вот, новостное вещание. Оно было в другом здании, подчеркиваю, в тот момент они этого еще не знали, для них останки, это было главное здание, где, собственно говоря, руководство останки, они думали, что это ключ к выходу в прямой эфир. Мы действительно были в главном здании, в главном здании кабинет-председатель, руководство, вот, это все было на 10 этаже, 10 этажа потрясающий вид был на вот это все, все события, поэтому я их очень точно могу воспроизводить. Вот, мы работали в режиме постоянного совещания, так сказать, рядом с нами находился, постоянно поднимался, там, спускался, там, руководитель неведомственной охраны Останкина, да, вот, но, опять-таки, было понимание, что даже с этими, там, ну, не знаю, 80 людьми, которые прибыли, Останкина было не удержать, то есть, если вот эти люди вооруженные, которые собираются, они все-таки решат войти в здание, они войдут, вот, ну, в наше здание войдут, потом они могут подземному переходу прийти в СКТ, потому что здание соединялись с подземным переходом, как и си, вот, и, Браген продолжал работать на телефон, продолжал звонить, просить поддержку какую-то, и вот здесь могу сказать, что единственный человек, надо сказать, кто ему действительно откликнулся, вот, а реально как-то это был Лужков, то есть, именно мэр Лужков, в тот момент, очень деятельно сказал, ну, пообещал, он сказал, просто по-мужски, пообещал, говорит, ну, я тебе обещаю, да, что вооруженных люди будут, я сейчас их подниму, пришлю, все сделаем, найдем, там, и так далее, ну, то есть, Лужков включился, и Лужков, в общем-то, выполнил свое слово, он в какой-то момент связался с внутренними войсками, попросил подкрепление, внутренние войска двинулись, да, митинг шоу, но у нас была ключевая задача, ключевая задача заключалась в том, что вы не пошли эти люди, что, не пошли вовремя туда, да, вот, их уже много было достаточно, они уже разогревали толпу, и вот-вот они были готовы, так сказать, там, пойти туда, хотя, митинг шел, так сказать, на тему, насколько вражеское телевидение, что нам нужен прямой эфир, мы требуем, там, и так далее, да, и тогда было решено, у нас в кабинете Вячеслава Ивановича Брагина, было несколько человек буквально, было решено, что мы должны пойти туда сами, так как они, на митинге нам передавали, а вот это вот охрана, которая там стояла, так сказать, по окрестностям, мы знаем, они нам постоянно передавали, так сказать, да, в том числе и по рации, для руководителя охраны, он нам доносил эту информацию, да, что вот, что требует они, да, они требуют прямой эфир, мы говорим, окей, хорошо, надо пойти туда, для того, чтобы затянуть время, обсудить, значит, вот, тему представления эфира, да, вот, на самом деле задержать ситуацию до подхода какого-то охраны телецентра, потому что иначе бы телецентр был взят, и первая кнопка вещания страны, она пришла бы в лицо, вот в руки самых радикальных элементов, да, вот, это бы уже, как бы, ну, как бы было сигналом к тому, что власть поменялась, да, и вы сами понимаете, что большое количество в тот момент региональных руководителей, то есть, ну, условно-гитадатных губернаторов, там, и так далее, да, они мгновенно бы поменяли позицию, не посчитали, что все, а власть сменилась, так сказать, путь чистый выиграли, так сказать, да, Ельцин уже не главный, потому что телевидение было символом власти тогда центральной, вот, все решалось в Москве, но все ждали, чем закончится ситуация в Москве, да, и сдали это в том числе регионы, и многие регионы в тот момент возглавляли далеко не демократические политики, а те же бывшие первые секретари обкомов, которые, в общем-то, были в числе, ну, условно-гитадатической платформы, или просто стали лояльны Ельцину как власти, не потому что они были демократы, а потому что у Ельцина была реальная власть после 91-го года, да, то есть они перекрасились, да, переоделись, переобулись и встали под знамена Борис Николаевича, вот, но если Борис Николаевич попадет, то они моментально встают под знамена Рудского и Хасблата, вот, вот такая была ситуация во многих очень регионах России, я бы сказал, даже в большинстве регионов России была именно подобная история, вот, телевидение поэтому было особенно важно с точки зрения, как бы, в общем-то, вот той самой революционной ситуации в стране, вот, и, как бы, сначала, сначала была такая идея, что надо отправить кого-то из новостей, узнаваемого человека в лицо, из новостей, в качестве вот этого парламентера, к макашевцам пойти, так сказать, поговорить по поводу прямого эфира, Брагин сделал на эту тему звонок какой-то, да, вот, эта идея быстро исчезла, то есть, сразу скажу, потому что, я так понимаю, что человек, которому он позвонил, я не помню, кто это был, да, видимо, отказался идти к этой толпе, потому что риски для жизни были очевидны, то есть, могли и расстрелять, и убить, и задержать, и что угодно, вот, он отказался, вот, тогда, после недолгих размышлений, было принято решение, что пойду я, вот, я, собственно, я сам был готов к этому, да, вот, как бы, по многим причинам, в том числе, и потому что я был самой молодой, меня с одной стороны могли воспринять недостаточно серьезно, и это было хорошо, а с другой стороны, я был совершенно официальным лицом с корочкой, и в этом смысле, меня должны были воспринять в любом случае, вот, ну, а такого большого страха, то есть ситуация особо сильно не было, то есть было не до этого, да, то есть, ну, как бы, понятно было, что вся иск на себя берешь, но никто бы не думал, потому что просто реально, было бы страшно, если бы все так бурно не развивалось, да, так как во имя думать некогда было, то, в общем, все, я сел в лифт и поехал на первый этаж, да, через 14 подъезд вышел, вот, главное, что у меня было удостоверение, больше ничего у меня не было, естественно, никакого оружия у меня не было, и я пошел туда, собственно говоря, вот, этим митягующим, прям непосредственно, как бы, в сторону, к грузовику, меня, конечно, остановили на подходе к грузовику, вот, какие-то люди, там, которые, как бы, охраняли этот грузовик, я сказал, что я представитель телевидения, у меня была сразу первая, так сказать, речевка в том, что я представитель телевидения, да, вы требуете эфира, я, как бы, имею полномочия от руководства Останкина, от Брагина, вот, потому что его фамилию, естественно, все знали, да, на эту тему, значит, поговорить с главным лицом, вот, и, собственно, главным таким лицом был Макашев, там были какие-то люди рядом, да, там был Анпилов, там был какой-то там, человек, который, я так понимаю, что или бывший, или в тот момент действующий сотрудник КГБ по фамилии Иванов, вот, потом он там описывал об этом воспоминаниях, потом я его идентифицировал, что-то вот это лицо, как раз было это лицо там, вот, но главным был Макашев, причем, когда я туда шел, я не сто процентов понимал, кто главный, да, я даже думал, может быть, там Рудской уже есть, да, вот, не было Рудского, в тот момент, точно совершенно, значит, был Анпилов точно, вот, не до конца помню, был ли Баркашев, но, судя по источникам, он там тоже был, но меня, вот, скажем так, в итоге по двери Макашеву, даже не суд подвели, его позвали, вот, его позвали, вот, говорили мы внизу, естественно, естественно, меня никто на трибуну не пускал, я думаю, могу быть, он спустился, да, ну, понятно, что ИВАИЧ состояло там на процентов 50 из МАТа, вот, значит, ну, я старался быть максимально спокойным, вот, значит, я, как бы, сказал, что, ну, как бы, наша позиция, как бы, наша позиция переговорная, да, мы, первое, мы совершенно не против, вы видите, вы можете спокойно проводить здесь митинг, мы против того, чтобы были какие-то столкновения около здания, телевидения, мы действительно сторонники, так сказать, тех сил, которые не хотят запрещать свободу слова, это правда, вот, он мне начал сразу, опять-таки, крыть матом, вот, типа, говори по сути, говори про эфир, нам нужен эфир, да, там, вы должны нам отдать доступ в прямой эфир, вот, мы сюда ради этого пришли, мы народ, да, мы возьмем штурмом ваш телецентр, и вот тут слово штурм прозвучало первый раз, совершенно однозначно от него, вот, на что я сказал, что Альбер Милович, я должен вас пойду поедить, и вот здесь, я скажу честно, я обманул, но это был, как бы, запланированный обман, да, вот, я бы сказал, что телецентр охраняется большим количеством вооруженных людей, вы же понимаете, это инфраструктурный объект, важнейший в стране, вы генерал-полковник, вы серьезный человек, вот, поэтому с вами есть люди, которые тоже имели отношение к государству, вы понимаете, что все здесь не просто так, кругом внутри центра находится большое количество людей вооруженных, так сказать, их там сотни, вот, они вооружены своеменным оружием, и, в общем-то, если вы, вот, вот этой толпой вашей, которую я здесь вижу, так сказать, пойдете на штурм телецентра, ну, просто ваши люди погибнут, в большинстве своем, потому что вы будете атаковать, обороняющиеся, они всегда имеют, в этом смысле, преимущество, да, вот, вы генерал, он задумался впервые, то есть тут впервые, вот эти вот его эмоции, типа, мы вас там, да, там уроем, там и так далее, да, вот, и далее непечатно, значит, он впервые включил какой-то мозг, то есть я увидел, что в ответ на слова, что много вооруженных людей, у него что-то включилось в голове, непонятно, что, да, до конца, так сказать, или желание повоевать, или какой-то, так сказать, страх, я думаю, что не без страха, как потом показалась ситуация, вот, но, как бы, он что-то задумался, вот, я повторял ему, что, Альберт Миралович, их много, вас мало, они вооружены, вы не вооружены, да, он, вот, какой-то момент замешательства, после этого, ему подсказывают, о том стоящие люди, вот, уж честно говоря, я не знаю, кто они были, там тогда, Юля, у меня просто в памяти не отложилось, с тех пор, вот, там прямой эфир, прямой эфир, ты чего там, прямой эфир, вот, но они говорят со мной, вот, значит, он, да, он сразу переключается, говорит, нам прямой эфир, вот, мы это требуем, я говорю, что, вот, мы готовы взять какое-то время на раздумье, я должен доложить ваши требования председателю Останкина, вот, ну, нам, очевидно, до решения понадобится час, вот, изложите ваши условия, вот, ну, они, как бы, абсолютно в результате, варианте, так сказать, в эфир, все, так сказать, и так далее, да, вот, ну, собственно говоря, это был посыл последний Рудского, что не надо брать штурм, надо, как бы, прямой эффект, вот, тут они, как бы, на этом сосредоточились, да, вот, кто-то из них говорит, ну, надо еще людей звать, вот, Макашов сразу отдает команду, ты там, звони, вот, и одному, другому, то есть, у них уже сработала история, что их должно стать больше, что им надо созывать людей, именно Костанкино, и я это прям вот слышал, они подобного рода, так сказать, команды стали давать, видимо, они потом стали, как бы, максимально исполняться, потому что людей действительно, после этого, стало собираться еще больше, то есть, людей было еще не так много в тот момент, вот, и в итоге, в итоге, я ему говорю, да, меня, естественно, уже схватили за руки, типа, там, так сказать, уже как бы-то держали так, что, может быть, не отпустят, вот, я говорю, Альбер Миралович, я передам, Вячеслав Ивановичу Брагину, ваши требования прямого эфира, вот, ну, мы, соответственно, вернемся с ответом, вот, где-то через час, и мне кажется, что им показалось, что им тоже час нужен, почему, потому что люди собирались, они явно, прям, ну, как бы, в этот момент, так сказать, да, может быть, и до этого тоже отдавали команды, что больше и больше позвать, больше собрать, да, и вот это вот, посыл о том, что есть люди охраняют, да, их тоже немало, вот он, он точно зашел в голову, им стало понятно, что больше людей, больше, как бы, техники и прочее, и действительно, потом часть техники приехала, той самой техники, которую они захватили у Мэрии, да, и в центре Москвы, не вся техника сразу приехала, сразу грузовики приехали, да, вот, а вот БТР, тот самый, который потом попал во все кадры, телекомпании по поводу штурма останки, но он позже подтянулся несколько, по-моему, даже был не один, а их было там несколько, вот, значит, один БТР уже появился практически у меня на глазах, и еще два, если не ошибаюсь, появилось позже, ну, может быть, я ошибаюсь, вот, и, или какая-то такая вооруженная техника, бронированная, вот, соответственно, когда я сказал, что я пойду, меня отпустили, то есть меня держали, но меня отпустили, потому что, типа, Макашов сказал, что там, ты иди, вот, отсюда, так сказать, на три буквы, но ты, ты скажи, вот, и я обещаю, что скажу, донесу ваше мнение до представителей, все, это была моя тактическая задача, значит, затянуть время на час, потому что я уже, когда спускался вниз, я уже понимал, что, ну, там, несколько минут нужно для того, чтобы внутренние войска подошли, вот, и я ушел, я ушел, они меня отпустили, я ушел туда, к тому же, в 14-м подъезду, потом поднялся наверх, вот, и попал в наш оперативный штаб, на 10-м этаже, рассказал всю ситуацию, конечно, никто не собирался не давать никакого прямого эфира, да, официальная позиция была такая, что мы можем дать прямой эфир представителям разных точек зрения, вот, и сторонникам Верховного Совета, и сторонникам президента, и представителям разных партий, да, мы можем сделать, сломав сетку вещания, какую-то дискуссию в прямом эфире, тем более, что в тот момент уже было принято решение Ельцином, что он готов пойти на одновременные открытые выборы, там, Верховного Совета и президента, и принятие Конституции, то есть, готов к тому, чтобы вот эта ужасная ситуация закончилась демократически, всенародным голосованием, вот, и с этой позиции уже были готовы выступать, в том числе в прямом эфире, представитель демократических сил. Естественно, никто, что людей с оружием в студии не предполагал видеть, но представителя вменяемого со стороны Верховного Совета в конкурентном режиме уже были готовы, в принципе, готовы было телевидение увидеть, но у них была другая позиция, у них была позиция, отдайте нам телевидение, да, мы хотим прямой эфир, чтобы мы дальше вошли в прямой эфир, и из него не вышли. Вот, единственное, они не понимали, как это работает, что это делать, они не могли это сделать без сотрудников телевидения, они понимают, что сотрудник телевидения любой момент, любую кнопку выключит, и никуда ничего не пойдет, вот, соответственно, я это понял, я эту позицию, как бы, донес до Брагина, там, Лазуткина, и тех, кто был в тот момент в этом оперативном штабе, вот, и буквально, после того, я закончил рассказывать про переговоры, буквально, там, минут, секунды на минуту, что называется, появился генерал Голубец, вот, который со своими уже вооруженными людьми из внутренних войск, вот, соответственно, из Подмосковья ближайшего, сходят Балашики, с казарм, да, прибыл тоже с задней стороны, так же, так сказать, заехав, их тоже заезд, реально не очень контролировали радикалы, вот, прибыл в здание, и он, естественно, прибыл сразу в кабинет председателя, доложил, генерал Голубец был тогда заместителем, значит, вот, командующим внутренними войсками по кадрам, вот, но он, уже своим каким-то внутренним решением, внутри символыков, был назначен, вот, собственно говоря, координатором командующим обороны останки, потому что, уже стало понятно, что останки надо оборонять, и так далее, вот, и прошло несколько минут, и тут тоже важная история, в которой, ну, мне пришлось поучаствовать, значит, я повел генерала Голубца и какое-то количество людей, включая вооруженных уже, подземным коридором войск от АТИ, то есть, мы им быстро объяснили, что этим людям нужны новости, что надо не только нас защищать здесь, и не столько нас, сколько надо защищать прямой эфир, и мы пошли по подземному переходу в здание АСК-3, для того, чтобы организовать оборону не только главного корпуса АСК-1, но и корпуса прямого вещания АСК-3, который находился с противоположной стороны улицы. Вот. Сразу могу сказать, что чуть забегаю попозже, да, известная история, что, естественно, на телевидении было работало людей много, которые сочувствовали, да, вот, коммунистическому Верховному Совету, вот, там много было старых сотрудников, естественно, кто-то из этих сотрудников вышел к Макашову, в конечном итоге, присоединился с его митингом, и они рассказали Макашову и компании, Анпилову и Баркашову и другим, они рассказали, что надо брать АСК-3, потому что там поймой эфир, то есть у вас задач поймой эфир, что они не скрывают, надо брать этот комплекс напротив. Это произошло позже. В тот момент они были еще АСК-1, и вот этот их вектор на то, что надо штурмовать именно здание АСК-3, он появился после того, как уже там были размещены вооруженные представители внутренних войск. Вот. Насколько я знаю, что где-то в этот момент второе общение таки произошло, то есть тот самый час обещанный, уже без моего участия, какое-то общение стало происходить у митингующих с охраной телецентра, в районе того же пока еще, 14-го подъезда, которые продолжали проводить линию телецентр хорошо охраняется, но это уже стало правдой. То есть, но в тот момент еще только разворачивались подразделения внутренних войск, но уже вооруженные люди были, и главная линия, которая доводилась до митингующих, что как бы нельзя штурмовать, потому что будут жертвы. То есть, то, что я тогда сказал спонтанно, и просто, чтобы затянуть, так сказать, во время и немного их испугать, уже стали официально повторять. Люди вооруженные, то есть представители МВД, представители внутренних войск, старались, что ребята, значит, не надо эскалации, вот, проводите митинги, вот, камера может пойти, вас снять, но не, что будет, телецентр, так сказать, бюджет. Вот. То есть, об этом однозначно были предупреждены вот эти вот, ну, штурмовики. Вот. Их стало за это время сильно больше. Я думаю, что стало, по сравнению с моим выходом туда стало больше, примерно в три раза. То есть, площадь была сильно заполнена людьми, техника подтянулась, оружия стало много, значит, откуда-то появился тот самый знаменитый гранатомет, наверняка надо посмотреть в свидетельство других очевидцев, да, откуда эта техника была взята, явно она была, ну, трофейно взята макошовцами у кого-то из силовиков, да, разгруженных. Вот. Я думаю, что, скорее всего, тех подразделений, которые стояли, как раз таки, в здании мэрии, которые там, как бы не перешли на их сторону, но оружие отдали, я думаю, оттуда. Тоже из тех же самых внутренних войск. Появился тот самый знаменитый гранатомет, как бы, с которого штурм начался. Вот. И, надо сказать, что стемнело, потому что октябрь месяц, что называется, уже темнеет достаточно рано. Вот. И когда уже было много людей, уже достаточно стемнело, свет в Москве работал в то время, как бы, плохо, да, площадь была плохо освещена. Вот. Мы с 10-го, тем не менее, все максимально, как бы, наблюдали. Генерал Голубец управлял по рации, значит, находясь тоже за этим с нами, на 10-м этаже, но в момент, когда люди начали перегруппироваться к тому, чтобы двигаться в войска АТАИ, мы поняли, вот видя сверху, что вся эта толпа большая, которая стояла слева от главного здания телецентра, она стала постепенно перемещаться между двумя зданиями, да, и, как бы, разворачиваться стало тем, разворачиваться стали машины, да, вот. Для того, чтобы штурмовать именно, ну, скажем так, правильный адрес корпуса АСК АТАИ, где новости, вот. Ну, потом мы уже узнали из истории, что об этом тоже сообщили сотрудники другие, так сказать, телецентры лояльные Верховному Совету, да, и, в общем-то, дали правильную наводку, вот, правильно с их точки за ней наводку. Значит, войска АТАИ в тот момент уже было размещено много, значит, ребята из внутренних войск, абсолютно вооруженных, готовых оборонять с оружием, значит, телецентр, генерал Голубец, при мне лично, отдал команду, что никогда мы не первыми огонь, первыми огонь не открываем, да, огонь может быть только встречный, если будет применено оружие, то, что там много людей с оружием, мы видели, вот, значит, поэтому, как бы, в тот момент уже люди, собороняющие телецентр, они жили в ожидании вооруженного столкновения, то есть, не то, что толпа пойдет брать телецентр, то, что она пойдет и будет стрелять. А что в этот момент в эфире идет? В эфире идет то, что шло, но к моменту, когда вот эта вот перегруппировка, так сказать, начала происходить, Брагин для себя принимает решение остановить эфир, вообще остановить эфир, вообще остановить эфир, да, это, кстати, было такое трагическое решение с разных точек зрения, да, вот, то есть, мы можем сказать, в какой-то степени потом он за это решение в конечном итоге, наверное, было снят с должности, да, вот, но тем не менее, да, он уже склоняется, конечно, не остановить эфир, потому что угроза вот этого вот вооруженного штурма, гибели людей, которые в студиях находятся, да, и захвата студии, вот этой большой вооруженной толпой, она, скажем так, перестала быть нереальной, при всем при том, что он уже оборонялся хорошо, телецентр, уже было много, как бы, вооруженных представителей внутренних войск, да, но все равно стало понятно, что вот здесь скоро начнется война, вот этой площадке, да, когда стало понятно, что война неизбежна, Голубец ушел туда, то есть генерал Голубец оставил 10 этаж наш, оттуда он наблюдал все, с бинокля и так далее, да, вот, и он пошел туда, в здание РСК-3, чтобы на месте командовать действиями, как общий-то командир, командовать, ну, я бы сказал так, боевыми действиями, уже, да, это стало уже, после, перегрупов, что она произошла, стали разворачиваться, да, вот он туда побежал, даже, я бы сказал так, он туда уже побежал со своими, как бы, подчиненными, да, он на месте, как бы, всем руководил, да, очень позже скажу, что, да, вот команду открытия огня отдал именно генерал Голубец, вот, и, эфир к тому моменту, как бы, шел, но Брагин позвонил, пытался звонить до Ельцина, вот, значит, позвонил Полторанину, точно, вот, до Ельцина он не дозвонился, он позвонил Полторанину, вот, и они совместно с Полторанином приняли решение, в общем-то, прекратить эфир Первого канала, учитывая критическую ситуацию, вот, кстати, мы хочу вам сказать, что для исторической правды, что решение было согласовано с Михаилом Никитичем Полторанином, но он был торопытным фицц, Федерального информационного центра, это как бы была верхняя структура, которой Останкина подчинялась, да, но Полторанин в своих воспоминаниях потом никогда не указывал, что он был супричастен к понятию этого решения, все, ответственно, вся была переяснена именно на Брагин, Вячеслав Иванович, потому что потом решение это оказалось достаточно трагическое, но надо сказать, что да, его принял один Брагин, да, вот в первую очередь, как руководитель Останкин, но он его согласовал с Полторанином, он как бы пока не получил его добро, он не отрубил, так сказать, не дал команду отрубить вещание. Вот, и значит, как бы, наверное, надо было поступить в той ситуации? Конечно, наверное, самое, как бы, такое мощное решение было бы ввести прямой эфир по поводу этого штурма, да, несмотря на то, что идет штурм, вот, ну, это было мое личное мнение, да, что, наверное, может было ввести, Брагин это не поддержал, да, у меня такое, как бы, идея была, что надо новости как-то откуда-то развернуть, хотя бы к нам пойти и сверху включить прямой эфир, так сказать, и передавать картинку туда, в новостную студию, как-то так, чтобы, хотя бы вот в безопасной точке, но чтобы было бы это видно. Он не поддержал, он не поддержал, он сказал, нет, мы эфир полностью вырубаем, да, вот, это, это как бы, вот, надо делать. В итоге это решение было принято, еще до штурма эфир был выключен, это было непосредственно перед штурмом, за очень короткое время перед штурмом, да, перед этим уже выходили, как бы, новостные сообщения о том, что вот около останки, надо сказать, уже происходит эскалация, уже происходит попытка штурма, хотя, как таковой попытки штурма еще тогда, так сказать, выстрелов не прозвучало, что называется, но все равно уже об этом стали говорить в медиа, стали говорить на канале России, который работал, вот, и вот отрубает совещание Первого канала, еще раз, потому что неоднозначное решение, ну, на мой взгляд, да, можно было по-другому сделать, но факт есть факт, Брагин это решение, как бы, провел, да, вот, и в момент, когда выстрел прозвучали, уже студии Первого канала не работали, да, то есть, было сделано, почему, чтобы людей сберечь, и чтобы, как бы, студия уже была, как бы, обесточена, да, чтобы они в любом случае не могли выйти в боевой эфир, вот, это была логика в тот момент, боевая логика в условиях, так сказать, практически военных действий в Останкино, председателя Брагина, это вызвало определенный шок в прекращении вещания, оно произошло неожиданно, единоминутно, оно вызвало тот самый шок, так сказать, в том числе и в регионах, и везде, да, потому что, ну, как бы, ждали новостей, в итоге получили, так сказать, ну, темную картинку, но, с другой стороны, эта темная картинка, это было, это не означало, что телецентр взят, да, потому что другой канал вещал России, он, как бы, там, как бы, еще было выдавал, они вещали в тот момент, по-моему, с Емского поля уже, если не ошибаюсь, вот, и какое-то справедение шло, то есть, как бы, но люди, которые смотрели первый канал, а это было большинство людей, они не понимали, что происходит, в том числе в регионах, не понимали, то какое-то смятение, безусловно, произошло, смятение произошло, по-журналистски, тоже решение было неоднозначно, я считаю, что по-журналистски, еще раз говорю, что надо было что-то выдавать, транслировать, выключать студию можно было всегда, в тот момент, когда уже, например, ну, условный враг, в тот момент, был на входе в дверь, это можно было успеть сделать, потому что, сама система выключения вещания, она была отдельной, то есть, выключить это вещание, можно было не в самой студии, а через другие технические устройства, и команда Брагина прошла бы и позже, но нет, ну, что произошло, то произошло, вот, и вот, через несколько, буквально, так сказать, минут после этого, собственно говоря, вот, вооруженные во главе с Баркашовцами, так сказать, люди, плюс, большое количество невооруженных людей, которые они собрали на этом митинге, да, вот, сгруппировавшись перед зданием АСК-3, они решили, что да, по команде Баркашова, они идут внутрь телецентра, так как телецентр, как они уже знали, как бы охраняется, то, собственно говоря, отсюда и появился тот самый БТР, который потом въехал в здание, отсюда появился тот выстрел из гранатомета, после которого они считали, да, что телецентр сдастся, поняв, что у них тоже есть достаточно серьезное вооружение, да, вот, и вот, дальше, произошло, наверное, самое ужасное, циничное в тот момент, да, потому что, где были их командиры? Их командиры были, продолжали оставаться, так сказать, что называется, включая Макашова, они были на машине, которая стояла чуть-чуть в стороне, вот, и вот штурм начался, да, штурм, ну, я так понимаю, что, по-любому образом, так сказать, вот, вооруженные люди, эти были, это были какие-то люди, которые были на стороне Верховного Совета, скорее всего, с военной подготовкой, скорее всего, да, вот, скорее всего, может быть, из тех, кто охранял, в том числе, Верховный Совет, да, и чисто были явно эти люди с автоматами, с гранатометом был, наверняка, тоже человек опытный, потому что просто выставить с гранатомета, так сказать, любой пришедший на митинг, наверное, просто бы не умел, поэтому я практически уверен, что тот самый гранатометчик, который нанес этот выставок, с которого там погиб кто-то из обороняющихся, да, из военных, вот, он явно был профессионал, вот, и вот, короче говоря, происходит выставать с гранатомета, происходит, так сказать, движение вот этого БТР, который вырезается в здание, И, как следствие, следует ответный огонь. Ответный огонь ведется по всем штурмующим здания АСК-3, а большинство из них уже в тот момент пришедшие сторонники Верховного Совета безоружные люди, которые шли под прикрытием вооруженных людей, и они гибнут в первую очередь, естественно. Потому что огромное количество автоматчиков, обороняющих Останкино, они стреляют из прикрытий, из-за лестниц мраморных, из-за бетонных перегородок, они защищены. Они там уже хорошо подготовлены, правильно расположились. Генерал Голубецов всех расставил правильно с точки зрения обороны. Хотя он и по кадрам был генерал, но он все равно был генерал-полковник с хорошей военной подготовкой предыдущей. То есть, он понимал, что он делает. Где-то профессионалы. И они, в общем-то, как бы профессионально ответили. То есть, у них была команда уже стрелять на поражение от генерала, и, соответственно, они стреляют на поражение. Значит, в результате что происходит? В результате происходит, что моментально, очень быстро гибнет большое количество людей, просто становится убито. И тут уже, так как уже ночь, тут уже непонятно, кто с миром автоматом, а кто нет. Это толпа. Вот. Значит, и в этот момент, когда вот это вот видит со своего грузовика сбоку находящийся руководителя, они отъезжают далеко. То есть, они уезжают в безопасную зону. То есть, вот эти самые бравые Макашов и команда, вот, увидев, что реально им ответили, что гибнут их люди, они бросают своих людей. Они уезжают существенно дальше. Там какой-то кафешка была. Вот. Они уезжают от АСК-3 туда дальше. То есть, уезжают точно на безопасное расстояние. Куда-то уезжают, да? Вот. Значит, тем более, что, по-моему, уже в тот момент уже и какой-то, так сказать, БТР с противоположностью. Страны внутренних войск выдвигаются с пулеметом, да, и начинают что-то там стрелять. Вот. И все становится там страшно, трассирующие пули, да. Вот. Люди начинают разбегаться, естественно, которые штурмующие, да, они начинают разбегаться, потому что уже очень много жертв, сразу ответный залп, много людей погибло. Вот. И они уезжают. И вот это, конечно, был верх ужаса и цинизма, да, когда их людей, так сказать, своих, там, в том числе, я подчеркиваю, больше безоружных, да, они их просто бросили в ноубой, в момент гибели, они их отправили туда и сами уехали. Вот. А сами потом вообще уехали через какое-то, и через какое-то они просто отъехали на безопасных целях, и потом они вообще покинули. Ну, что, говорится, вся эта идея, когда люди стали разбегаться, они тоже разбежались. И я думаю, что они разбежались не пешком. Я уже не могу сказать, вот я не настолько сильно отслеживал эту историю, да, но не разбежались на пешком. Ну, и опять завершение того, что я могу сказать, да, когда там какое-то время, вот выставил, и там шли еще, они достаточно долго шли, еще по инерции что-то стояли, еще по инерции, так сказать, там был очень неспокойно. Но прошло, наверное, ну, я скажу так, может быть, часа два, может быть, часа-то, и уже ночь совсем глубокая, да, можно сказать. Это все дело прекратилось и стало прекращаться, значит, когда еще шли, да, когда еще выставил шли, что мы делали на десятом этаже, да, мы пошли звонить по всем каналам станции скорой помощи. Потому что мы понимаем, что у людей много раненых, много погибло, им нужна помощь, вот, и несмотря на то, что эти люди нас заштурмовали, значит, мы стали звонить куда возможно, в институт Склифосовского, я помню, тогда были такие вот именно станции скорой помощи в то время, да, их было, они были везде по Москве, я помню, что мы по телефонной книге, так, книжки были телефонные, не было интернета такого, да, и так далее, вот, мы открывали АДАИСА близлежащих станций скорой помощи, которые в более-менее доступных районах, туда-коро-восудистых, мы стали звонить, мы стали звонить словами, что очень много людей раненых около Останкина, да, приезжайте, забирайте раненых, вот, и на нас по-разному люди реагируют, я хочу сказать, что не все врачи ответили, что да, мы поедем, некоторые говорили, что там, ну, у вас, наверное, там, ну, мы честно говорили, что здесь были столкновения вооруженные, да, что это опасно, что, как мы говорим, официальные лица на телевидении, мы и, в общем-то, свежелистим вам то, что, наверное, уже сейчас не так опасно, да, то есть уже какие-то разовые есть выставлены, но, в принципе, врачи нужны, да, у нас нет никаких врачей, у нас никакого медпункта нет круглосуточного внутри телевидения, вот, какой-то был медпункт, но он уже точно не работал, люди точно эти уже не присутствовали, вот, и, в общем, в итоге какие-то каэты скорой помощи, рафики тогда это были, машины раф латвийские, они стали приезжать, вот, мы им объясняли, с какой стороны безопаснее подъехать, мы говорим, подъезжайте, если что, даже если как бы не можете близко подъехать, приезжайте к зданию телецентра, пройдите насквозь здание телецентра и выходите забирать раненых, вот, Вот, одновременно, как бы, другой мой коллега на телефоне звонил в тот же самый институт Склифосовского и станции переливания крови, чтобы люди сдавали кровь, вот, и для того, чтобы понятно было, что кровь понадобится, да, призывайте, звоните, так сказать, там, как-то решайте профессиональный вопрос, чтобы можно было сдать кровь, потому что много людей, ну, раненых, да, потому что погибших не спасти было уже, Раненых можно было спасти, и, как бы, наша задача в этой ситуации, как мы видели, что много и безоружных людей было, да, их большинство было, да, то надо их спасать, каким бы одни были, даже если они радикалы, даже если они шли нас убивать, да, вот, поэтому вот это мы делали несколько часов подряд, вот, несколько часов подряд, ночь вся была бессонная, естественно, вот, постепенно все затихло, постепенно очевидно, что все штурмующие разбежались, они разбежались еще раньше, мне кажется, что даже там подстреливали уже внутренние войска по каким-то непонятным уже, как бы, целям, да, возможно, что уже тоже они сами вошли в раж, да, и это, конечно, тоже была там такая трагическая такая история, потому что здесь война развязалась на маленьком пятачке в Москве, вот, и, ну, тем не менее, в какой-то момент генерал Голубец дал команду прекратить всяческий огонь, вот, территорию на пятачке перед АСК-1, АСК-2, АСК-1, АСК-3 уже патрулировал, значит, помню, даже не один БТР, а пара БТРов внутренних войск, вот, вся техника штурмующих уже была, либо отошла, либо она была брошена, вот, либо уехали, как их руководители, судя по всему, они уехали, да, вот, но как они отъехали, я видел, как они дальше уехали, уже было не до них, вот, ну, вот, вот, вот такое было, такие события развертывались вокруг Останкина, да, это то, чему я был свидетелем, да, потом можно сопоставить эти воспоминания с воспоминаниями людей, которые были с той и с другой стороны, их много опубликовано, я думаю, что в аютате может сложиться некоторая такая, ну, правильная свидетельско-объективная картинка, да, но если суммировать про это, я могу вам сказать, что, безусловно, это была попытка, так сказать, вооруженного захвата, была попытка применения в мирных условиях на улицах Москвы боевого оружия, и первыми применять стали его, конечно, штурмующие, то есть, ну, понятно, что они, ну, первое, они разоружали, потом они применяли оружие в районе Мэй уже, да, и это было второе место, где они ее применяли, безусловно, ответственность за это, ну, косвенно, конечно, и Руцкой, в том числе, несет, который первый сказал вот этим митингующим, что надо идти, чтобы мылать Останкина, хотя потом отказался от этих слов, да, уверен, если бы там был Руцкой, он бы наверняка бы не отдавал такие команды, но надо понимать, что Макашов, это был человек, конечно, абсолютно, так сказать, ну, он, кстати, жив до сих пор, вот, ему много лет, но он жив до сих пор, да, это был человек абсолютно, так сказать, радикальных взглядов, да, и будучи военным, он, у него, видимо, было, с одной стороны, такое вот, желание, так сказать, там, командовать, воевать и ждать, но, другой момент, он, 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 он отступил, как только началась реальная война, да, то есть, поэтому, не могу сказать, что Транссон был или предатель, так сказать, своих людей, но не без этого, не без этого, да. Вот такой оказался, так сказать, боевой генерал, который там умел безоружных людей разоружать, или, так сказать, плохо вооруженных людей разоружать, да, и как бы, ну как бы матом посылать всех кругом, да, но тем не менее, как бы, вот когда стали гибнуть его безоружные люди, он их не защитил никак, да. Вот это была, конечно, такая печальная, трагическая история. Ну, понятно, что в таких ситуациях, там, да, они были, конечно, обречены на поражение, да, в какой-то степени, потому что все-таки, хоть и много людей туда собралось, но большинство Москвы все-таки, о чем сказать, было за Ельцина в то время, да, вот. И это было большое счастье, что благодаря позиции демократических сил, противоположные митингующие, которые были за Ельцина и были за реформы, они не пришли туда, потому что, если бы еще это столкновение возникло, да, людей с людьми где-то на улицах Москвы, так сказать, если бы они не приняли, как бы, команду оставаться дома, то это была бы гражданская война в центре Москвы. А, пошли к мэрии, да, кажется, Гайдар призвал? Да, 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 они собираются у мэрии, они собираются в других местах принципиально, то есть, мэрия была центром, как я вам сказал, Лужков тогда поддерживал президент очень деятельно, да, вот, и они собираются в тот момент, в ту ночь, как раз Гайдар призывал людей к мэрии, согласованно, Гайдар, разговаривая с Брагиным по телефону тоже, в том числе, с ним были разговоры по телефону и могу сказать, что тогда совершенно смыслно было принято решение, в том числе в коммуникациях с телевидением, с нами, там, да, вот, что сюда нельзя идти ни в коем случае, потому что здесь слишком много вооруженных людей. Тогда было больше всего вооруженных людей, было здесь и у Верховного Совета, с противоположной стороны вооруженных людей, да, вот эти две точки, где были, соответственно, вооруженные люди. Поэтому понятно было, что мирных людей здесь собирать нельзя, да, Как поступили, собственно говоря, макашевцы. Они что сделали? Они в момент, в том числе и после нашего разговора, да и до этого, они начали собирать там толпу, большую количество их сторонников, мирных людей, москвичей, просто которые были на стороне Верховного Совета, или были за реставрацию коммунизма, или были националистами, да, в разных взглядах люди, но это были мирные люди. Вот они, конечно, в основном, наверное, погибли, потому что люди вооруженные, с хорошей военной подготовкой, они, наверное, тоже понимали, что делать, когда против них ведется огонь, и я думаю, что их погибло гораздо меньше. Сейчас подчеркиваю, те люди, которые стреляют из гранатомета, которые управляют БТР, они умеют это делать. Мы с вами не сумели бы управлять БТР, да, то есть там, очевидно, были хорошо подготовленные вооруженные люди. Вот они, как бы, судя по всему, в большинстве своем выжили, они в большинстве своем, там, кто-то отошел, кто-то, так сказать, сбежал, кто-то спрятался, вот, но они были профессионалы. Правильно, и по хронологии наутро была стрельба по Белому дому, по зданию Белого дома, или четвертого уже утра? Вы знаете, это очень сложный такой вопрос, который остается, скажем так, наверное, для осмысления политологов. Я бы так сказал. В тот момент, в тот момент, я могу сказать, вот я был тогда... Это я безоценка, просто по хронологии. Ну, ты и Останкино, да. Утром началась, да, утром началась история штурма Белого дома. Вот, я могу сказать, что если не было бы штурма Останкино, я думаю, штурма Белого дома не было. Вот, в таком виде, в каком он произошел. То есть, безусловно, то, что произошло у Останкино, и вот эти боевые действия практически в центре города, они, конечно, произвели сильнейшее впечатление, я уверен, лично, на Ельцина, вот, на военных, кстати, вот, я думаю, на Грачева. Потому что то, что докладывал генерал Голубец, да, вот, в общем-то, это было, были доклады с поля боя. Вот, и мое мнение, что применение тяжелого вооружения танков там по Белому дому, наверное, бы не было бы, да, была попытка штурма, наверное, в любом случае, да, какая-то, да, но вот такого, так сказать, вот, может быть, где-то несоразмерного штурма, да, ну, силам обороняющихся там, да, наверное, бы не произошло, то есть не было бы этих восстановлений у Останкино, да, то есть вот это вот, вот эти кадры, которые потом пришли, естественно, пробошли все эфиры, а они эти кадры уже все увидели в ночь и утром, вот, про то, как с БТРами и с гранатометом, да, там, штурмуют Останкино, они, наверное, в общем-то, сыграли решающее значение, и в тот момент, в период такого, как бы, ну, горячего противостояния, наверное, были бы не какие-то лишние, в том числе несоразмерные, то есть, по-моему, понимаем, не устрелять танками по правительственному зданию, ну, зданию Белого дома в Москве, наверное, это было бы, это было как-то не очень адекватно, да, на мой взгляд, да, то есть, ну, это может быть в моей собственной логике тогда такого демократического, так сказать, политика, да, которая считает, что, в принципе, ну, как бы воевать, война, это плохо, да, вот, и мы сами увидели, как это плохо, вот, в предыдущие вечера и ночи, да, как это страшно, потому что мы, как бы, в тот момент, мы спасали, как-то, в какой-то степени людей, а потом, да, потом мы выходили туда, где были ранее, когда все закончилось, туда выходили, мы там помогали врачам, да, вот, вот, я сам лично какого-то человека тащил, вот, то есть, поэтому, живого, поэтому, вот, нам, конечно, было это все очень тяжело, оно было как-то в тот момент, наверное, даже не до того, что происходит утром у Белого дома, там, находясь, потому что мы там уже потом тоже весь, все сутки провели, эфир включился, вот, и как-то по инерции, знаете, мы еще, будучи с воспаленными мозгами, думали, а вдруг штурм будет еще один, а вдруг что-то еще произойдет, мы должны, по всему, быть готовы, да, вот, вот, такие были мысли, вот, поэтому тогда точно было не до того, что происходит у Белого дома, в какой-то теме, хотя мы, конечно, постоянно включен был эфир, мы все смотрели, вот. А выступление Гайдара, да, это где было, на каком канале, на первом или на российском призыв Гайдара прийти к Марии? Знаете, мне кажется, что он начался вообще не по телевидению, мне кажется, что он начался с его воззвания по каналам демократического движения сначала, да, по радио, и потом только телевидение включилось, это поддержало, тогда, по-моему, российский канал, все-таки он более был в этом смысле активный, мне кажется, он поддерживал, я не помню, на первом канале тоже что-то было, то есть мы полностью поддерживали эту историю, поэтому тоже было как-то, вот. Вот, но тогда мы уже больше думали про оборону, знаете, вот лично я за картинкой, честно говоря, тогда не следил, потому что, ну, как человек, который был на контакте с, в том числе с подразделениями защиты, да, я показывал их, водил их, да, то есть я не уследил, честно говоря, когда, когда и кто первый это выдал в эфир, была не та обстановка на месте, да, вот, но позиция первого канала была однозначно пропоездентская, поэтому и, в общем-то, отсюда штурм и произошел. А не помните вот этот знаменитый эфир, где присутствовали там Лея Хиджакова, Абдулов, Джигурда, Лоза, где знаменитая речь Лея Хиджакова, да, и так далее, это где было, на каком канале? Мне кажется, на России, мне кажется, было на России, но надо проверить, да, я, на самом деле, его в тот момент не видел, да, но я знаю, что это было, да, я, на самом деле, где-то, что-то уже узнавал уже постфактум, к сожалению, вот, как могу свидетельствовать, как участник процесса, вот. Вот, но то, что было совершенно очевидно и тогда, что в большинстве своем Москва стояла за президентом, Москва была готова, как много людей вышло тогда к Моссовету, к зданию Моссовета, к Мэй, да, куда Гайдар призывал людей, так, в принципе, они готовы были пойти дальше, они готовы были даже оборонять, да, Кремль, если бы тогда надо было оборонять Кремль, вот. Вот, но демократический сил был категорически против кровопролития, то есть всегда останавливали. Ну, оружие, мне, мне, расскажи, оружие выдавали, Валерия Новодворская вышла и сказала, где автомат, дайте мне, да, но она была тоже достаточно радикально, понимаете, вот это была позиция, я скажу так, не та, которая поддерживала Гайдар. То есть Гайдар как раз таки поддержала позицию, что не надо никакого оружия, что нужно показать всем и стране, и медиа, что Москва за президентом, но идея вооруженного, так сказать, там, столкновения и вооружить людей, она неправильная. Вот такую позицию занимал Гайдар, да, вот, Валерия Новодворская была радикалом с другой стороны, она готова была, наверное, так же, так сказать, с оружием в руках, да, защищать. Но, как в итоге стало понятно, что уже 4-го числа, так сказать, армия, она за президента Ельцина, и было принято решение о вооруженном штурме, да, то есть, как бы силами тех военных структур и структур, так сказать, безопасности, которые, в общем-то, потом впоследствии приказы выполнили, да, вот. Вот, и полагаю, что события в Останкино, они были еще психологически ключом к тому, что потом в Белом доме не было оказано такого масштабного кровопролитного, как бы, сопротивления, да, то есть, после того, как Останкино осталось за демократическими властями, я думаю, психологически Хасбулатов и Рудской уже проиграли, они уже понимали, что если не отдадут команду, как бы, стрелять и обороняться активно в Белом доме, все погибнут, и они погибнут, вот, и этого не произошло, заметьте. И вот, вот, ценой этого были в том числе и жертвы, и события, которые произошли у телецентра, поэтому события телецентра, они очень многое определили в развитии сценариев на 4 октября, на мой взгляд. Кирилл Борисович, я благодарю вас, просто время истекло, которое вы мне отвели, я благодарю вас, очень интересный и такой волнительный рассказ, но мне, у меня есть еще много вопросов. Ну, если есть несколько, я могу еще пару вопросов. Да, можно, да. Быстро, да, кратко. Ну, давайте тогда вот в этой теме я это задам. На ваш взгляд, вот, работа телевидения, вот я вам сказал, да, про те выпуски, которые я сейчас пересматриваю, 91-й год, 92-й год, что оно было такое, ну, не сказать, что, я не хочу говорить про объективное, да, но про то, что мало просветительской задачи телевидение на себя брало, а больше брало вот таких журналистских расследований и о том, что рассказать, вот, посмотрите, какие там шоковые, значит, переживания населения проходят, да, и действительно волосы дыбом стоят, действительно, и не объясняя, что этот путь нужно пройти, этот путь тяжелый, как бы, и каждый день людям говорить это, да, да, мы проходим это, но есть позитивные изменения. Но этого, этому было, знаете, я могу сказать, что тогда, если вспомнить то время, после начала реформы Гайдара, 92-й год, начало шоковых реформ, да, какая была ситуация, в Останкино уже пришел Егор Владимирович Яковлев, он был против реформы Гайдара, он был за более медленную реформу, помните, когда сформировалась, как бы, история критики реформы Гайдара, да, и Лужков в тот момент был критиком, и Попов был в тот момент критиком, да, вот, и Горбачевская элита была критиком, и вот Егор Яковлев был ближе к ним. То есть он не был сторонником того, чтобы телевидение объясняло суть реформы, он был сторонником даже некоторой, так сказать, такой вот, ну, критики, да, на реформу Гайдара, да, это был первый канал. Канал Россия был пропрезидентский, безусловно, да, они, ну, что-то пытались делать, сколько могли, но, как бы, профессионализма не хватало в том числе журналистского в тот момент, да, потому что, сама, так сказать, вот эта вот обойма профессиональных журналистов, да, за исключением, может быть, молодежной редакции, как раз таки, первого канала, да, да, и тех, кто, ну, потом сформировался в команду демократического тогда НТВ, вот, ну, естественно, и радиостанции таких, как Москвы, да, все остальные, это были люди старой школы. И на телевидении преобладали журналисты старой школы, которые вообще не были союзниками, да, ни в коей мере, да, вот, и как раз таки, я думаю, что для Ельцина и для Полторанина в какой-то момент, когда-то смена Егора Яковлева, уход Егора Яковлева и назначение Брагина была попытка, как бы, ну, назначить человека, который будет более серьезно, как бы, поддерживать реформы и объяснять. Я думаю, что в этом была некая политическая логика, да. Другое дело, что я там появился в этой команде не на эту тему, появился на тему внутрь реформы телерадиокомпаний, вот, поэтому немного со стороны это видел, да, но вот ощущения были такие, что было некем взять, то есть не было людей, в том числе не было профессионально подготовленных людей, которые могли бы тогда поддержать Гайдаровские реформы смыслами, речью, примерами, вот, там, может быть, какой-то контрпропагандой, потому что пропаганда шла в другую сторону, в основном, вот, и это факт, и это факт. — Может быть, это и сказала, вот, как бы, тоже определенную роль, да, сыграло вот в этом конфликте 93-го года, и сами депутаты, как мне кажется, не были тоже готовы и не понимали сути реформ, просто они, ну, откуда они? — Да, вы знаете, когда Гайдар выступал сам лично и что-то объяснял депутатам, да, он, как ни странно, даже иногда после своих выступлений, так сказать, получал поддержку людей, которые совсем не были его сторонниками. То есть у него была такая харизма и логика, и профессионализм, против которых было очень трудно выступить, и не было аргументов у них, да, но я могу вот сказать, что все-таки Верховный Совет был соформлен в 90-м году по всем регионам страны, и его большинство, оно было отнюдь не про-реформаторским, да, и большинство было болото. То есть были очевидные коммунисты, были очевидные, так сказать, представители демократической России и демократических сил, вот, и было большинство такого, условно говоря, регионального болота, которое, в общем-то, в какой-то момент оно сначала пошло за Ельциным, как в большей степени, как за властью, да, которая в центре стала более популярной, а потом пошло за Хасбулатовым, так сказать, да, как за своим лидером, вот этого вот, условно говоря, такого болотного кооператива, да, корпоратива, я бы сказал так, правильно, и, наверное, людей, которые, в общем-то, критиковали именно Гайдаровские реформы, вот, не желающие, может быть, полностью вернуться к коммунистическому прошлому, но считающие, что должны быть другие лидеры, другой путь, то есть не Ельцин, другие лидеры, другой путь, вот, и они считают, что какая-то альтернатива есть, хотя на самом деле, если посмотреть на состояние экономики в тот момент, да, наверное, проведение, как бы, шоковой части реформы, оно было просто фактически неизбежным, да, то есть, иначе бы тяжесть и последствия были бы еще более, как бы, серьезными, потому что изменений бы не произошло, то есть, мы бы уже бы пошли на реформы, но изменений не прошло, и показала реформу Павлова, да, то есть Павлов попытался в своей логике сделать какие-то реформаторские действия, они привели к полному потере, обнищанию людей, да, и потере авторитет союзной власти, имею в виду ту самую деноминацию Павловскую и так далее, да, он на самом деле пытался бороться с экономическими проблемами, проводя деноминацию, он не сделал специально, да, чтобы разрушить Советский Союз, он просто, как бы, вот, видел так ситуацию, да, вот, это был путь такой вот, который бы потом, ну, поддерживали люди, которые были его сторонниками, да, собственно говоря, и в правительстве такие люди были тогдашним, то есть, правительство тоже было неоднородным, вот, и Верховный Совет тоже выступал за такое, так сказать, мягкое изменение ситуации, по поводу которого экономисты совершенно однозначно понимали, что это к чему не поведет, придет только к обострению проблем, к росту проблем, к большему обнищанию, да, но личные амбиции Хасбулатова, личные амбиции Родскова, личные амбиции многих депутатов, да, вот, особенно после указа президента, да, номер 1400, они их всех объединили, и вот в итоге возникло вот это вот страшное вооруженное противостояние, и при этом абсолютно большинство депутатов не были сторонниками стрельбы на улицах, да, но вот они дали команду радикалам, в частности, Рудской дал команду радикалам, да, и радикалы воспринимали ее как фас, вот, и произошло самое ужасное. Ну, знаете, есть ощущение, что как будто бы администрация президента, да, только вот появившаяся администрация президента Российской Федерации, вот, упустила ту возможность, как бы, начать договариваться, объяснять им, вот, вот, четко депутатам каждый день ходить, и вместо того, чтобы там обсуждать законоправление, начинать, там, с каких-то просветительских лекций по экономике, чтобы люди понимали, а как это можно сделать, потому что, по сути-то, они не знали, они были некомпетентны, они говорили, вот мы не хотим, чтобы был Гайдар, а, в принципе, и кто, и как. Да, это совершенно верно, я согласен с этой точки зрения, насколько это можно было реализовать, я не уверен, потому что слишком мало было людей, вот, слишком мала была команда, и, по сути дела, они работали 2 часа в сутки, 24 часа в сутки, вот, то есть, они работали на проведение реформы, некогда было объяснять. Вот тот сам факт, что вот эта вот система, так сказать, там, да, объяснения где-то пропаганды, где-то информации, да, не существовало, это, наверное, действительно такая серьезная ошибка того времени, вот, но фактически трудно себе представить, откуда бы взялись эти комментаторы и агитаторы, потому что все те, кто были вовлечены в этот процесс, они были в него вовлечены как деятели, то есть, они делали реформы, да, они уже были где-то назначены, да, и они же могли бы объяснять, да, как это делал Гайдар иногда, вот, других таких людей практически не было, то есть, слишком узок был круг, вот, революционеров этой 4-й российской революции, да, вот, которая, безусловно, имела все поизнаки революционных событий, вот, и в итоге эта часть, она осталась упущенной, вот, и упущенной осталась исторически, вот, в этом смысле вы совершенно правы, но кем и какими силами это может было сделать фактически, трудно сказать, можно ли было бы, да, то есть, если бы такая линия была, если бы Ельцин решил, что мы должны объяснять наши шаги, да, вот, кто бы объяснял, не знаю, таких, я думаю, людей было бы очень мало. Спасибо, Кирилл Борисович, я в следующий раз предлагаю поговорить о становлении нового парламента, Государственной Думы, в котором вы были депутатом, поэтому до следующей встречи, спасибо за этот разговор, спасибо. Спасибо, всего доброго.